Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такие вот беспроводные маленькие Bluetooth наушники Edifier W260NC. Эти наушники с активным шумоподавлением в расцветке слоновая кость. И в этом видео я расскажу подробно об этих наушниках, стоит ли их покупать или нет, рассмотрим с вами их характеристики, фишки и возможности. Поэтому присаживайтесь поудобнее, с вами Роман и мы начинаем! Наушники поставляются вот в такой красивой коробке, как по мне коробка выглядит достаточно солидно и такие наушники только по виду этой коробки не стыдно уже подарить. На передней части коробки изображены сами наушники и ее фишки, а на задней стороне расписаны все возможности этих наушников. Вы только посмотрите на упаковку, ощущение что заказал что-то премиум класса коробка как у дорогих швейцарских часов. Внутри у нас есть маленькая коробочка с комплектацией и сами наушники, к которым мы вернемся чуть позже. По комплектации у нас здесь есть кабель зарядки Type-C, съемные амбушюры и инструкции и в целом на этом все. Наушники упакованы очень хорошо, как по мне так и должны упаковывать все товары, потому что это все-таки показатель качества. Корпус кейса наушников выполнен из качественной пластмассы под кожу и на первый взгляд сразу кажется что это кожа. Скажу честно я впервые держу наушники такой хорошей сборки, по ощущению похоже на пластмассу, но возможно это все же искусственная кожа. Ну а как вы думаете ребята напишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваше мнение. Кейс очень приятный на ощупь и с обратной стороны есть надпись Edifier и кнопка, а на нижней панели есть разъем под зарядку Type-C и индикатор заряда и открытие кейса. При первом открытии сразу могу отметить что крышка не люфтит и магниты довольно мощные, такое я вижу впервые в бюджетных моделях, если честно. Наушники держатся также на хороших магнитах, дизайн наушников выполнен под кожу и смотрится прям очень стильно. В этих миниатюрных наушниках аж 6 встроенных микрофонов с активным шумоподавлением, которое все обрабатывает, а и точнее искусственный интеллект. Но сейчас вы слышите звук с микрофона наушников Edifier W260NC. Микрофоны достаточно хорошие, звук четкий, стабильный и даже теперь при разговоре по телефону можно не снимать наушники, чтобы переключаться на телефон, а разговаривать в этих наушниках. И еще самое главное, в этих наушниках есть свое ПО и даже есть приложение, как на Android, так и на iOS. И сейчас на примере Android-системы покажу все фишки этих наушников прямо в приложении. Наушники уже подключены. Вот, на iPhone это гораздо быстрее делается, потому что все-таки это iPhone, а это телефон всего лишь за 5000. Так, давайте сразу перейдем в приложение. Вот, приложение установили, скачали его, скачивается это все просто вот сканировав вот этот QR-код, как на Android, так и на Apple. Вот, регистрация достаточно легкая, поэтому с ней справится каждый, даже показывать ее не буду. Давай сразу увидим, что у нас здесь есть. Это показ заряда левого и правого наушника и опять же заряд кейса. Очень удобно. Из основных функций, которые тут есть, это у нас управление режимами шумоподавления. Здесь у нас их аж 5 штук. Это сильное, слабое уменьшение шума ветра и включение окружающего звука. Достаточно удобная штука, если вы там едете на самокате или еще где-то, то есть у вас играет помимо музыки, вы слышите все вокруг. А-ля слуховой аппарат. Вот, давайте дальше посмотрим. У нас есть дальше это звуковые эффекты. Если вы, например, слушаете поп-музыку, то, естественно, можете поставить поп. Если классическую, классическую и рок то же самое. Но если не знаете, что делать, тогда просто ставите стандартную и как бы все. И также есть у нас игровой режим. При включении его в играх у вас звук будет достаточно приятный, более объемный. И также вы будете, если играете а-ля в такие игры, как Call of Duty, PUBG, то звук вы будете слышать более объемный. То есть будете слышать шаги. Все, и здесь из основных функций у нас как бы все. Но помимо этого, нажав на этот шестеренок, у нас скрывается еще больше табличка, точнее больше возможностей. Это руководство пользователя у нас есть. И настройка управления. Да, наушники управляются с помощью просто касаний. Кнопок никаких на наушнике нету. Но очень удобно. Смотрите, можем настроить как левый наушник и правый по отдельности. То есть каждый может отвечать за свои какие-то фишки определенные. Например, двойное нажатие можно поставить как пауза, воспроизведение, предыдущая запись, следующая запись, увеличение громкости, уменьшение громкости. Можно поставить управление звуком. Например, сильное, слабое, окружающий звук. Ну, все то же самое можно делать только без захода в приложение, просто делая это с наушников. И тройное нажатие, те же самые, например, фишки. Это можно установить, смотрите, вы можете установить на правый наушник одни фишки, на левый наушник другие функции. Ну, как бы здесь в целом, только если вы сами будете разбираться, не будем заострять внимание. Что у нас дальше? Обнаружение наушников в ухе можем сделать, как отключить, так и включить. То есть, наушник достаете из уха, музыка, естественно, у вас выключается. Довольно хорошая фишка, пользуюсь ей постоянно. Давайте перейдем к следующей функции. Это подключение двух устройств. Достаточно удобная фишка. Если, например, у вас два телефона, вы можете наушники разделить. Вот так вот включается функция, она уже включена стандартно. Но также разбираться сильно мне не будем заострять внимание. Думаю, разберетесь сами, если вам будет интересно после покупки наушников. Что у нас дальше? Громкость уведомления можно настроить, как поставить побольше, так и поменьше. Что еще? Включение питания. Найти наушники, самое главное. Давайте попробуем сейчас найти, например, правый наушник. Так, он найден, потому что у нас в кейсе стоит. Давайте попробуем найти левый наушник. Вот вставляем его. Ну, не будем вставлять пока в кейс. Но я думаю, звук вы слышите. Он достаточно громкий. Если даже будет лежать под подушкой или так, где-то в комнате, то вы найдете этот наушник с легкостью. В этих наушниках есть встроенное шумоподавление. И оно отрабатывает на ура. Жаль, что вам показать этого никак нельзя. Но поверьте на слово, оно мало того, что тут есть, так еще и работает отлично. Что могу сказать по зарядке? Наушники работают примерно около 35 часов. Ну, так, в принципе, заявлено и даже на коробочке. Вот. Ну, опять же, смотрите. Если у вас включено активное шумоподавление, у вас наушников будет хватать на 18 плюс 6 часов. Вот. А если активное шумоподавление выключено, то у вас будет наушников хватать на 24 часа плюс 8 часов. То бишь 35 часов. Ну, а если наушники у вас сели, то эти наушники поддерживают быструю зарядку. Вы их можете поставить буквально на 15 минут в розетку. И у вас наушники зарядятся до 2 часов работы. Это очень круто. И 2 часов даже хватит, чтобы доехать даже в другой город. В этих наушниках еще есть защита от воды, пыли и грязи IP54. Поэтому, если на них случайно пролить воду или они упадут, то с ними ничего не станет. Поверьте мне. Так. Ну что, друзья. Мы подошли к концу. Что могу сказать под данным наушником Edifier W260 NC? В целом, наушники очень классные. Мне очень понравились. Особенно качество звука и автономность работы в 35 часов с активным шумоподавлением. Помимо этого, в них очень приятный микрофон. Собеседник вас постоянно хорошо слышит. И так как я пользовался постоянно китайскими наушниками наподобие реплики AirPods'ов, то в них микрофон, естественно, был просто ужаснейший. И приходилось всегда снимать наушники, ладжи с кейсом, потом только разговаривать через телефон. А через эти наушники один клик нажал, все, собеседника принял звонок и разговариваешь спокойно, идешь себе куда-то в шел. По самой сборке наушники выполнены очень качественно, хорошая сборка. Вот этот корпусик сам не люфтит, точнее крышечка. Сам корпус очень приятный и выполнен он, как я уже сказал, под искусственную кожу. Но я так и не понял, это искусственная кожа или все же это пластмасса, закошенная под искусственную кожу. Я, честно говоря, так и не понял, поэтому вы можете написать в комментариях, как считаете вы, либо найдите какую-то информацию в интернете, так сказать, будет полезно вам. Но на этом все, друзья, поэтому ставьте лайки, если вам понравились наушники, пишите комментарии. С вами был Роман, всем до скорой встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok